Дорогие работники театра, как хорошо, что мы сегодня все с вами собрались для того, чтобы открыть театральный сезон. Но прежде я хочу представить наших высоких гостей. Ну, во-первых, это министр культуры Ирина Викторовна, по-другому главной операции телестудия «Останкино». Так, у нас еще в гостях хранитель книг Королевской библиотеки Светлана Георгиевна. Да, хранитель книг библиотеки Центра образования у нас в гостях. И наши родители, проходите, Ирина Алексеевна, хранитель дисциплины Центра образования и архива Ирина Алексеевна. Ну, а сейчас, поскольку наши театры все в сборе, я хотела бы услышать, насколько вы готовы к театральному сезону. Ну-ка, представьтесь, театр Браво! Наш театр! Браво! Наш девиз! Слово «Браво» – молодцы! Потому что это мы! Браво! Присаживайтесь. Театр «Имидж» Наш театр! Имидж! Наш девиз! Вы, Есения, и спасибо! Спасибо! Браво! Браво! Все работники театров в сборе, и я так думаю, что мы готовы. Готовы, ребята, на час? Да! Готовы, имидж? Да! Готовы! Готовы! Все как тверяна! Все как тверяна! Все как тверяна! Бежать от меня, барабаса, барабаса! Это еще кто? Это еще кто? Кто это? Кто это? Послушайте! Пока еще здесь я директор! А если не будете слушаться! Все как тверяна! Все как тверяна! Послушайте! Я не пойму вообще! Вы вообще кто это? А вы кто такая? Вы кто такая? Как это я? Вы меня не знаете? Да я главный режиссер театрального сезона! Вот у этих умных ребят нашего лагеря! Умных? Ага! Все знают, что дети непослушные! Их надо почаще лупить плетками! Я забираю всех детей! И я быстро их всему научу! Послушайте, послушайте, дорогой синьек! Кто вам сказал, что они непослушные? Они у нас очень послушные! Во-первых! А во-вторых! Вам никто не позволит их лупить плеткой! И к тому же, ведь они все собираются в театр! Собираются в этот удивительный мир! Театрально смелый закулисье! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Какие же вы глупые! Я давно запер Вашу страну-закулисье На этот волшебный ключик! Ха-ха-ха-ха! О-о-о-о-о! Уважаемый профессор! Кукольных наук так же нельзя! Ну, нам надо обязательно попасть в эту страну-закулисье! Так хватит, я пока поищу этих негодников, вот и отрезают они мои прятки. Пока! Ребята, надо же что-то придумать, а вы пока подумайте, как же нам у него ключик забрать. А я пока обращусь к нашему министру культуры. Извините, пожалуйста, Ирина Викторовна, ну вот за такую нештабную ситуацию, ну всяко же бывает. Но поскольку вы же видели, театры наши практически готовы, вы нам разрешите открыть театральный сезон? Разрешите? Я думаю, мы и без Карабаса-Барабаса справимся. Разрешаю! Ура! Наш хозяин Карабас, он совсем не любит нас, в лагерь нас не отпускает и гулять не разрешает. Здравствуйте, уважаемый публика. Узнаете меня? Да! Меня зовут Перо. Я сочиняю стихи. Вот, послушайте. Мальвина бежала в чудные края, Мальвина пропала, невеста моя. Рыдаю, не знаю, куда мне деваться. Не лучше ли с кукольной жизнью расстаться? Какой ужасный Карабас! Он вечно обижает нас. Весело приходненько. Может, оставимся у них? Приведи нас, ребята. Да! Не приходно, а весело. Учись говорить правильно. О, Господи! Да, Коля! Да, вот эти негальники же как-то! Ну что вы! Ну что вы! Ну, профессор, губами наук! Ну, пусть его немного подобреем! Вот, потому что вы такой злой, они и убежали от вас. А пусть вы подобрее, они бы с вами остались. Мы решили быть с кентами потусоваться. Не потусоваться, а повеселиться. И не с кентами, а с ребятами. А я про ваш лагерь стихи напишу. Про прекрасную страну Забури и Сербия. А ключик-то у меня? Ключик у меня? Какие вы театралы? Докажите! Может быть, отдам вам ключик? Волшебный, золотой! Ну что такое? Ну, не отдает ключик? Ладно уж, ребята, нам надо постараться сегодня доказать Карабасу, что мы с вами настоящие театралы. А пока пройдите пока к своим ребятам. Пройдите! Проходите, пожалуйста, господи, дорогие боги, у нас места вперед. Так, Карабас, феньер, Карабас, Карабас, все так, я думаю, что мы вам добавим. Лучше бы вы там и стеяли, с тех сторон, чтобы в камеру попадать. Да, я вас верю. Сдвиньтесь, ребята. Так, ребята, все таки. Хорошо. Думать, что... Казы в пугал Карабас, а вот и вон. Сюда двигаемся. Но мы с вами... Идите вперед садитесь, наоборот. Вперед. Вот там все герои, садитесь. Садитесь. Зомик, идите. А для этого мы немножечко с вами освежим свою память. Вы видели, вас даже проводили на экскурсию, какие замечательные изречения есть о театре. Мы немножечко еще раз вспомним. Театр начинается свежим. Мимикой, жестами четко произносить текст и пластично двигаться. Вот сейчас мы посмотрим. Поскольку вы все в театральных костюмах, давайте проведем. Посмотрим, насколько у вас вы обладаете актерским мастерством. Так, ну, давайте, желающий, кто хочет показать? Ну, я, почувствую. Тш-ш-ш, смотрите. Втройный молодой человек. Девяносто лет от родов. Бежал в поясу преодоляли препятствия. Кромой на одну ногу. Он участвовал в конкурсе по подъеме по поднятию тяжести. Поэтому он постоянно пошпрыгивает. Покивает на ногой из стороны в сторону. И погнигивает, погнигивает. Когда он на пугу, он постоянно улыбается. Потом он начинает громко плакать. Размахивая руками, он начинает громко плакать. А сейчас мы молодая, красивая девушка. Которая не спеша идет на свидание. Все время прихарашивает. Вдруг у него начался приступ радикулитов. А-а-а! 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 Но тут мы увидели, кто на дома сейспатичного человека. А-а-а! Но приступ радикулита не прошел. Не знаете, наша Таня громко плачет. Ура! Мечку плячет. Тише, Танечка, не плачь. Мирует, тонет, лечки, мяч. Иди сюда, ты и Денис вдвоем. Идите сюда. Подойдите ко мне. Смелее! Да, да. И вы двое. Кто-нибудь здесь, вас двое. А-а-а! Митя, Митя, Митя. Митя, Митя. Вот, и тащи. Иди сюда. А-а-а! Я страшно. Так. Значит, ты раздаваешь это в варенье, подумай, как будто ты спешишь на урок. На урок. Ты рассказываешь, как будто у тебя зуб сильно болит. А ты рассказываешь, как будто ты строгая начальница. А ты, что нам девушки, которая такая вся стесня. Ну, теперь давайте внимательно послушать. И у нас опаздываешь на урок. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мячик. Тише, 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 Танечка, не плачь, не утоните речки мяч. Так, молодец. Аплодисменты. А, зуб болит. Как будто тебе зуб болит. А-а-а! Не расстанешься. Расстанешься. Наша Таня громко плачет. А-а-а! Зуб болит. Зуб болит. Как делай? Как делай? Как делай весь мир мой. Зуб. Наша... Давай, давай. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонит речки мяч. Ух, какая девушка. Девушка стеснительная. Да. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мяч. Тише, Танечка, не плачь, не утонит речки мяч. Ребята, а теперь все работники театров помогайте мне в озвучке текста. Я буду читать, а вы озвучивайте то, что я прочитаю. Хорошо? Хорошо? Слушайте. Раннее утро. Вы сначала театр Браун. Раннее утро. Доктор Айболит сидит в комнате. Ласково, ласково, ласково похрюкивая, в ноте появляется свинья. Айболит нежно почесывает ей брюхо. Свинья повискивает. Как удовольствие. Мерно постукивают дятлы. Мечащим шепотом попугай-коруза выпрашивает сахар. Выпрашивает сахар. Сахар, сахар, сахар. В углу на кушетке волк обессиленно воет от зубной боли. Взяв шепцы, доктор подходит к волку. Волк стучит от страха зубами. Доктор Айболит с шепцами дёргает волку зуб. Волк кусает Айболита за руку. Оба воют от боли. Ходит Варвара и истерически хокочет. Молодцы, дядя, а теперь отключивается. Утро. На дороге появляется первый автомобиль. Полусонный шофёр мурлычет себе под нос весёлый мотивчик. Вдруг на дорогу выбегает искусанная комарадий жалобно-мучащая корова. Шофёр резко тормозит. Корова испуганно забирает перед самым носом машины. Шофёр яростно сигналит. Задрав вверху хвост, корова удирает. Удирает. Машина продолжает движение. На дороге появляется пара танков. За ними дружно марширует рота солдат. Танки проезжают, солдаты проходят. Насыпает тишина. Молодцы. Молодцы. Я хочу. Ну, вот что на вас. А ты говоришь не актёры, а актёры же ведь. Актёры. Ещё раз же вам подпишись. Так. Следующая губка у нас какая обалдительная. Бэн посмотрит, что будет дальше. Бэн. Балетмейстер. Кто это балетмейстер, ребята? Балет. Своими словами. Или хореограф его называют. Это тот человек в театре, который что ставит? Балет. Танцы. Конечно, танцы. Ведь не только это может быть балет. Это могут быть различные танцы. Это у нас руководитель может быть балетной группы. Ну, и тот постановщик танцевальных номеров. Ну, а сейчас, ребята, мы-то все любим танцевать. Правда же? Громче! 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Тorzok